шалом друзья мы продолжаем исследование каких-то мест из первого послания петра и еще раз повторюсь сказав что я высказываю свое мнение которое к радости не к сожалению к радости иногда претерпевает определенные изменения есть вещи которые понимал как-то пара по-другому что-то изменилось я думаю все должно быть достаточно динамичным в этом мире только наше сердце должно всецело принадлежать творцу и его сыну ешуа и тогда мы не будем разочарованы но поиск и ныряние в глубокие воды смело и дерзновенно всегда позволяла нам достигать чего-то сегодня мы продолжаем первую главу первого послания петра и я хотел здесь продолжить ту тему я начал прошлый раз говорить об искушении или испытание что на иврите одно и то же не сайон и проходя искушение или испытание неважно по какой причине или за того что что-то глупо сделали или господь проводит нас или где-то мы должны набраться терпения или где-то мы должны прогнать врага искушающего нас если это его самовольная воля в любом случае мы получаем благословение и петр здесь говорит странное слово достигая наконец верою вашей спасения душ и очень важно нам понимать в каком формате это говорится потому что многие из нас могут здесь увидеть некоторую крамолу какая крамола достигая верою спасение душ то есть работая достигая достигая спасения мы как бы достигая зарабатываем это хоть это в корне против новозаветнего отношения к слову спасения просто подумайте на досуге именно вот об этих словах наверное некоторые и раньше это видео как можно достичь или заработать спасение вы знаете эта темка непроста и опять-таки я вам выражу то как я понимаю данную ситуацию и вначале хочу сказать что слово спасение в иврите это очень обширное слово и есть масса слов на иврите которые в русском или в других языках все равно переводится как спастись но слово спасение она звучит иногда по-разному иногда это это как от сала или избавление от какой-то беды рифуа это тоже часть спасения когда мы исцеляемся чего-то или ищем исцеление гиула это больше связано с эсхатологическим вечным спасением то что подразумевают многие верующие когда говорят слово спастись и я вот хочу привести сейчас два места писания не из посланий петра а из послания апостола павла которые технически как бы противоречат одну другому и разумеется мудрые люди или очень уж мудрые люди на уж научились и научились выворачивать это слово как угодно но давайте посмотрим что говорит прямой текст данных стихов и попробуем понять их первое место писания павла это римлянам 9 глава из 9 главы апостол павел в послании крым начинает говорить об израиле о судьбе израиля и он начинает 9 главу для меня израиль это все я просто дрожу дрожу израилем дрожу за него за его избавление и вдруг он заявляет в двадцать седьмом стихе цитируя исаию а иса я провозглашает об израиле хотя бы сыны израилевы были числом как песок морской только остаток спасется то есть израиль может быть по словам павла громадным как морской песок кто может засчитать число морского песка но только остаток спасется только какая-то часть остаток вообще в иврите остаток всегда предполагаемое число это одна четвертая одна пятая то есть примерно 20 25 процентов это называется остаток а тот же павел в той же том же послании к римлянам в одиннадцатой главе в двадцать пятом стихе говорит не хочу оставить братья в неведении от айни сей чтобы вы не мечтали о себе что ожесточение произошло в израиле от части до времени пока войдет полное число язычников вот 26 стих он и так весь израиль спасется как написано придет от сиона избавитель и отвратит и отвратит нечестие от иакова то есть здесь 26 стих говорит весь израиль спасется и отвратит избавитель от сиона нечестие от иакова то есть только подумайте на минутку в девятой главе в двадцать седьмом стихе павел заявляет остаток спасется а в одиннадцатой главе в двадцать шестом стихе он ведь весь израиль спасется как бы противоставление один стих ругается с другим стихом и как я уже сказал мудрые люди нашли хитрый выход тот остаток который останется он весь спасется но извините такое толкование это вырвано из контекста потому что одиннадцатая глава горит коля израиль весь израиль спасется и высая в 60 главе в двадцать первом стихе там сказано ибо весь мой народ праведные навеки наследует землю то есть разве весь израиль сегодня праведные нет но бог через порогает весь израиль мой народ весь станет праведным и наследует землю это имеется в виду будет в вечности в благодати и в полноте и в милости и в славе господней покоится как такие вещи вообще понять первое вам хочу сказать я не понимаю их я просто принимаю слова как они говорят и я уверен что в римлянах в одиннадцатой главе апостол павел как раз так комментирует и ссылается на того же исайю на этот стих который сказал что весь мой народ праведные и он тоже дать я не знаю как но сила искупителя имеется ввиду сына божьего и шуа который пришел от сиона или из сиона достаточно сильно потому что господь бог наделил его этой силы поражен сын божий и он избавит всего израиля но тогда в каком формате мы должны понимать то место которое павел год временам в девятой главе только остаток спасется как я уже сказал слово спасение на иврите она может выражать разные моменты это может быть избавление от беды от болезни от сложных обстоятельств или эсхатологическое спасение я подозреваю сейчас повторюсь подозреваю не выстраиваю из этого какой-то жесточайшей доктрины но вот сегодня я так понимаю эти стихи что 9 глава 27 стих павел говорит о физическом избавлении то есть если израиль будет происходить проходить какие-то сложнейшие обстоятельства только остаток будет спасен и если мы обратимся к истории израиля то мы увидим что эта формула работает и даже последняя катастрофа израиля холокост надеюсь последняя катастрофа израиля холокост убивший 6 миллионов евреев то если мы посмотрим это число как раз оставшиеся является тем остатком осталось примерно 20-30 процентов от всего еврейского населения то есть 9 глава павла четко сработала в данном случае вот это вот понимание остатка но когда говорится об эсхатологическом спасении когда говорит об эсхатологическом для вечности я склонен видеть намного более широкое обетование павла не павла священных писаний которые павел подводит разумеется основанные на власти творца на его суверенном слове милосердия обетование и сыне божьим которого он посылает как избавителя от сиона будет ли это захватывать другие народы это уже разговор другого времени это следующий разговор но сейчас обращаясь к первому посланию петра первая глава достигая наконец верой вашей спасения душ ваших я думаю что здесь здесь больше говорится о том что мы должны часто поработать тяжело чтобы вырваться избавить души нашей жизни от каких-то обстоятельств которые сегодня мешают нам возможно затруднительные финансовые положения и нам нужно приложить усилие молитву разумеется но мудрость и усилие возможно болезни нам нужно обратиться к доктору если сверхъестественно ничего не получается или сделать какие-то шаги возможно нам нужно изменить какие-то обстоятельства в нашем доме и для этого нужно опустить свой нос гордыню и достичь смирить пользуясь услугами творца через нашу веру спасение нашей жизни имеется ввиду нашей сегодняшней жизни а вечности а вечности я не думаю что если мы ходим за господом богом если вот эта формулировка шма адонай элухейна донай хадана в твоем сердце если в твоем сердце что ты знаешь что еще умер за твои грехи что здесь тебе стоит заботиться здесь я думаю ты покрыт здесь не нужно здесь можно просто доверять и расслабиться а вот по жизни нам надо нужно выстраивать четкую линию и достигать спасения наших душ желаю вам победы победы упрямство дерзновения терпения праведности святости всему тому чему учат нас священное писание благословения вам шалом ме исраэль